Добрый день, уважаемый Николай. Очень рады приветствовать вас у нас здесь сегодня в студии. Отдельно хочу отметить, что сегодня у нас с вами будет максимальное пространство для лавирования маневров. У нас будет программа без перерыва на рекламу, полноценные 30 минут на диалог выделены. Да, это не значит, что наш диалог остается, скажем так, закрыт для ваших комментариев или ваших вопросов. Вы всегда можете присоединиться, это я обращаюсь к нашим противослушным телезрителям. Достаточно дозвониться до нас по номеру телефона 994545 для вашего звонка в прямой эфир. Или отправить сообщение на наши интернет-мессенджеры Telegram и Viber, привязанные к номеру 7-921-708-2006. Соответствующие гаджеты лежат на столе, поэтому ваше сообщение мы в любом случае увидим и прочитаем. Хотелось бы поговорить сегодня, даже, знаете, такая вот преамбула к нашей беседе, сложно сказать, у нас будет узконаправленный диалог или в очень широком смысле будет распространяться. Но, по сути, в этот период, сейчас можно сказать, что осенний, когда снег наконец-то растаял спустя полторы недели, хотелось бы поговорить о 2020 году, в принципе, о том времени, в котором мы оказались, о той политической, экономической и социальной ситуации, в которой находится наш город, наша область, ну, может быть, можем затронуть, в общем-то, и полную широту необъятной Родины, а Россию в целом. Конечно же, с поправкой на ваш взгляд, как и ваш субъективный взгляд, и как представителя фракции. Спасибо большое. Да, год действительно тяжелый. Пандемия или коронавирус внесла коллективу в основные вопросы деятельности и нашей промышленности, и нашей общественно-политической жизни, в том числе и у нас, в партии. У нас 14 человек, моих партийных активистов, заболели этой болячкой. Четверо, к сожалению, очень уважаемые люди. Надежда Сергеевна Быстроумова, Владимир Степанович Мельников, который руководил долгие годы партлоном Мурманской СРЗ ММФ. Ну, и один наш коммунист, ветеран, умер, к сожалению, в Кировске. Наши соболезнования. Да, я тоже соболезнования выражаю. Семье, близким мы достойно проводили этих товарищей. Но, говоря о работе, которую проводит и фракция, и наша партия, конечно, сложно было переключаться на новый режим работы, поскольку в нашей партии идет отчетно-выборная кампания. Мы 19 декабря будем проводить отчетно-выборную кампанию, будем обновлять и омолаживать наш партийный актив с прицелом на выборы. И как раз отчетно-выборная кампания в первичных и местных отделениях прошла в период пандемии. Пришлось и сроки переносить или переходить, как мы провели пленум недавно, 10 октября, в режиме ВКС или, как говорят, в режиме онлайн. Это были определенные трудности. Но другое беспокоит, что с учетом вот этой ситуации, конечно, мы наблюдаем резкий спад развития нашей экономики. В целом, как Зиманов говорит, по стране мы ожидаем за 2020 год минус 8%. Это ударит по всем направлениям. Во-первых, сейчас идет обсуждение, актуальная тема обсуждения бюджета, бюджет дырявый. Мы называем коммунисты бюджет, значит, национальная катастрофа. Бюджет страны? Бюджет страны, да. Сейчас мы обсуждаем еще и бюджет области, но мы отходим от бюджета страны. И, к сожалению, все национальные программы, государственные программы, все национальные проекты, их стало, было 12, сейчас стало 14, все идут с минусом. Даже Путин сказал, наблюдается отрицательный рост доходов населения. Но откуда же он будет, если мы падаем в этой ситуации? Такая же ситуация и в области. Да, вроде бы неплохо. И губернатор отчитывается, что чуть ли не на 600 миллиардов мы заключили договора на привлечение инвестиционных денег. И вроде бы крупные проекты есть, но мы скептически относимся к коммунистам, особенно после Штокмана. Такие надежды были. Единственная область, которая сегодня у нас не газифицирована, и мы сегодня возим дорогой мазот, уголь и так далее, могли бы перейти на ту же электрику. А вот совсем недавно Андрей Владимирович сообщил в социальных сетях, точнее проскочило сообщение о том, что на одной встрече он поднимал этот вопрос, что мы возвращаемся к вопросу газификации области. Да, он был отодвинут на долгое время, но вот теперь мы взялись всерьез. Это реально всерьез вернуться к этому вопросу в экономическом положении? Вполне реально, потому что господин Михельсон, который возводит у нас комплексы на Белокаменке, он является хозяином наших нефтегазовых месторождений. Их, к сожалению, отправляли в основном за рубеж с танкера, как говорится, с борта на борт от месторождения в Норвегию, в Киркенес. И там в двух точках стояли танкеры, которые подставляли потом сжиженный газ. Получается, вокруг дал, да? Вокруг. А мы говорим, давайте сделаем здесь. Это, кстати, наша инициатива была. Сейчас на западном Кельдине предполагается строительство перевалочного пункта, и Михельсон сказал, и Андрей Владимирович это подтвердил. 20 миллионов тонн газа будет доставляться в Урагубу, там будет терминал, который позволит перейти, в том числе, котельным нашим на газ, особенно те, которые на угле работают. Но это одна тема, мы ее тоже подняли, даже перед приездом господина Мишустина, Михаила Владимировича. Мы продали две темы, потому что тема электрообогрева. Вот смотрите, у нас 17 гидроэлектростанций, у нас 3 теплоэлектроцентральные и атомные. В советские времена себестоимость киловатта была 2 копейки. А мы, если помните, или ваши отцы и деды, платили 4 копейки за киловатт. То есть у нас избыток электроэнергии, а мы не можем переключиться на электрообогрев. Поднимали вопрос перед приездом того же Мишустина, говорим, давайте на Териберку посмотрим. Это мекка туристическая, называют ее все корреспонденты. С прошлого года, да, это привязалось. 40 тысяч человек приехало в Териберку после Леофиана, после того, как начали... Товарищ Зягинцев свой фильм продемонстрировал. Совершенно верно. Но 40 тысяч приехало, но бюджет, как был Териберке, 1 миллион 300 тысяч, так он и остался на сегодня. А что, эти 40 тысяч бесплатно там находились? 40 тысяч находились? Нет, они позволили увеличить цены на продукты. Местное население, когда мы позвали, пришли в магазин, мы ахнули. А почему? А потому что надо же кормить их, а значит надо завозить, это дополнительные затраты и так далее. И мы говорим, а там строят две котельные, построили. Одна, которая рухнула, мазутная. Сейчас хотят строить угольную. А зачем? В 12 километрах находится каскад Нижняя-Верхняя Териберская ГЭС. Одна из самых крупных в области, 60 мегаватт. Там протяни кабель, трансфорантную станцию и переключи на электрообогреве, никаких проблем. Не надо 140 километров везти мазут и уголь на одну котельную в Териберке угольную, на другую мазут в поселок Ладейное. А самое главное, там даже нет автобуса между двумя поселками. Такой вопрос я сейчас задавал министру транспорта. Говорю, предусмотрите, надо же автобус, нужен водитель, нужна зарплата. А 5 километров пешком, особенно зимой, попробуйте пройти между двумя. Там баня, там аптека, там школа, там медицинские пункты и так далее. Поэтому эти вопросы мы поднимали. Перед приездом Мишустина мы эти вопросы ознакомили и Андрею Владимировичу с уважением, потому что две проблемы эти поднимали. А вторая проблема это строительство, потому что строительство полностью у нас разрушено. Строительная индустрия. Если бы мы вернулись к 338 постановлению 1988 года, когда Горбачев проезжал с этим постановлением, мы бы были, город был бы миллионером. Там такие 32 министерства, ведомства были задействованы на возрождение всей экономики Кольского полуострова. Мы были бы богатейшим регионом России. Да мы и были при советской власти, мы были самодостаточным регионом. Мы никогда не стояли с протянутой рукой перед правительством. А теперь они собирают налоги у наших крупных налогоплательщиков и ждут, когда бы дадут подачку. Я спрашиваю вице-губернатора, уважаемую Елену Васильевну Дегалю, а скажите, а мы что-нибудь получаем из бюджета национальной безопасности? И сколько этот бюджет всего стоит для страны? Она говорит, к сожалению, нет. Мы получаем только из резерва правительства. А там мизерные деньги. А фонд национальной безопасности, им командует высшее должное лицо нашей страны. Там 13 триллионов рублей. И ничто не идет. В основном кормят крупные банки и вот эти крупные корпорации. Они как кошельки работают для кого-то и так далее. А для народа? А для повышения дохода? Я не зря приводил пример, когда Путин, видимо, оговорился. Наблюдается отрицательный рост доходов населения. Где же зарплата, где эта коварная пенсионная реформа? Сам пенсионер должен зарабатывать себе на пенсию. Такого никогда не было. Вспомните советскую власть. 120 рублей или потом 132. И тебе хватало. Я за квартиру платил двухкомнатную 12 рублей. А теперь попробуйте больше 10 тысяч. А как их заплатить, когда пенсия там 12 или 18 тысяч? Люди жалуются. Проголодь. Проголодь. Потому что 40 миллионов сегодня живут ниже прожиточного минимума. Извините, пожалуйста, давайте по порядку. Вот с первого вопроса. Вы его поднимали перед приездом Мишустина относительно подключения, обеспечения электрификации. Вот на примере с Териберкой, да, очень хорошо. Прямо рядом все находится. И, как вы выразились, ну буквально кабель протянуть. Эти были... Очень часто поднимаются вопросы. Вообще сама формулировка. Поднимается вопрос. И это здорово, когда он озвучивается. Но результативность этого момента какова? Ну вот искренне. Хотелось бы узнать. Что сказали? Сказали спасибо за вопрос. Поставили галочку? Вот в этой газете, да, Кольский, Маяк праздничный. Я, кстати, вас поздравляю с наступающим праздником. Благодарю. Я дал большое интервью там по поводу того, что... Почему разочарование? Да, 18 проектов в отчете губернатора 30 июня было. Я с удовольствием с карандашиком себе прочитал, высчитал. Написал на 18 проектах 287 миллиардов. Идут инвестиции. Куда идут? И идут ли они? Мурманский транспортный узел. Шибкая валка очень плохо строится. Был недавно на этом мосту, который возводится через Тулома. Медленно освоили меньше половины тех инвестиционных средств, которые, к сожалению, строятся не нашими строителями, а тоже приезжими. Так же, как и Штокман строился и так далее. Нанятые подрядчики, да. Да. Поэтому тут ситуация очень сложная с инвестиционной. Это, как я говорю, жури в небе. Потому что мы замахнулись на Штокман. Это такое было. У нас же Павел Александровичем сажено. Мы говорим, господин Миллер, извинись хотя бы или оплати моральный ущерб жителям Териберки. Там же завод по сширению газа. Мы с Яранцевым, бывшей главой, проехали по этой дороге, которая шла от старой Териберки к заводу. Шесть километров, великолепная дорога, но только она уложена гравием и щебнем. А асфальт-то не пройдет, потому что проект разрушился. А это было бы великолепно, потому что именно эта трасса бы обеспечила только газом. Не только Мурманскую область, но и всю Россию. Самое богатое месторождение в мире штокмановское. Его оттянули. Потому что нас заставили это сделать американская, вернее, французская Таталия и норвежская статуя. Они нашли у себя в 100 километрах от Киркинесса, на смежном участке, такое же месторождение. Ученые говорят, что это сообщающиеся сосуды. Они будут качать штокман из этого месторождения, но только везти его уже в Норвегию. У них Киркинесс стали второй меккой. А мы этот проект пока погубили и ничего не сказали людям. А почему? А зачем? Ведь такие средства. Ведь я говорю, вот фонд национального благосостояния сегодня 13 триллионов. А золотые валютные резервы нашей страны, которые хранятся, к сожалению, в банках мировых и так далее, они составляют порядка 66 триллионов рублей. Это 40 с лишним миллиардов долларов. То есть это деньги как бы работают сегодня на дядю или работают на наши крупные банки. Получается, деньги работают на деньги. Совершенно верно. То есть мы не говорим о том, что надо эти деньги вкладывать в экономику, а значит и в социальную сферу. Но покажите тогда рост доходов, увеличение прожиточного минимума, минимальный размер оплаты труда. Эти все вопросы мы обсуждали сейчас во время нулевого чтения. Все министерства перед нами депутатами отчитались. Какие у них замахи? То ли замах на рубль, то ли удар будет на копейку в этом плане. И пока сложно. Вот сейчас будем обсуждать. Наша фракция, кстати, проголосовала против первого чтения бюджета страны. Назову его. Геннадий Андреевич Дизганов сказал, бюджет над либеральной эпидемией. Ну как можно? Один только рост идет у нас. Это рост государственного долга. В прошлом году он был 18 триллионов, значит он станет в 2023-м 28. То есть увеличится почти на 80%. Это долг. А все остальные показатели были, все госпрограммы. Ну что такое? На образование выделяется 0,8%. На медицину выделяли 1,2% от ВВП страны. Сейчас скатились до 0,8%. Это в условиях эпидемии. А 98% остальных куда уходят? А куда уходят? Непонятно. Потому что надо вкладывать. Эти же деньги можно вложить в экономику. Вот почему мы за все годы, вот этих 30 лет, которые живем при Ельцине, Путине, построили одно предприятие всего, промышленное. Знаете какое? В Кашве. ССФК называется. Северо-западная фосфорная компания. Построили два великолепных специалиста. Федоров, который был руководителем ПО «Апатит». И Ляхов Вячеслава Петровича, который был руководителем Кавдорского ГОКа. Великолепно. Я назвал ее ударная капиталистическая стройка. У нас, кстати, было 5 ударных комсомольских строек в советские времена. А тут построили великолепное предприятие, но объемы маленькие. 2 миллиона тонн «Апатита». Когда от ПО «Апатит» в советские годы производило 21 миллион тонн, сейчас скатились до 8. Мы ежегодно, да, говорится? Да, ежегодно. А сейчас они скатились до 8 или до 10 миллионов. Ну, плюс 2, которые будет давать. Но предприятие отличное. Вся инфраструктура, поселочек, жилье. Профессионалы работают. Я там побывал с удовлетворением. Посмотрели, что можно строить. Или возьмите предприятие «Совхоз Грудинина». «Совхоз Грудинина». Будете ехать в Домодедово, обязательно остановитесь. Лозунги все наши коммунистические, ни одной копейки из бюджета. И Грудинин построил нормальное социалистическое предприятие. Зарплата 70 тысяч в Подмосковье. Да такой зарплаты ни у кого нет. И всем дают жилье. Самое лучшее. Даже Путин из Юганова сказали. Такой школы нет в Европе, которую он построил. А сейчас сделали спорткомплекс, недавно открывали. А его гнобят, хотят его съесть, потому что предприятие работающее. Рейдер нам направили вместе с нашими налогоплательщиками, правоохранительными органами. И пытается, мы даже собирали копейки какие-то, на несколько миллиардов какие-то штрафы нарисовали. Непонятно. Но он замахнулся на президентство. И это был бы нормальный президент, это был бы экономист, как Маслюков. Великие люди, которые исправили положение в 98-м году, когда был дефолт. А сейчас тот же дефолт. Деньги есть, а вы держитесь. То есть главное качество руководителя, такой огромной неповоротливой махины, как Россия, сейчас вы считаете это экономист? То есть он должен быть ориентирован именно на то, чтобы вытащить нас из положения, когда мы всем должны? Совершенно верно. Должен быть профессионал. Ведь наша область, вот я прочитал недавно, что мы открываем научно-образовательный центр. Мы, Карелия, Коми, Ненецкий. Хорошая идея, потому что по образовательному уровню, вот Мурбанская область занимает второе место в северо-западном федеральном округе. Хороший показатель. А притаскиваем специалистов, хрен знает отходя. Дмитриенко притащил чуть ли не с Дальнего Востока и из Подмосковья. Я спрашиваю, а зачем? Нам Путин сказал посмотреть на область другими глазами. Какими? Вороватыми? Такие были. Ведь сколько взяток было обнаружено в кабинетах его заместителей. Мы писали об этом. Возбуждены были уголовные дела. Но спустили, к сожалению, наши чекисты. Это на тормозах. Даже пытались тут вернуть Дмитриенко в большую политику. Но пока он проявился. Мы три года его снимали, потому что все эти проекты, которые он рисовал, это были опять-таки журавли в небе. Ничего конкретного не было сделано. Только ухудшение. А наша область сегодня, мы будем проводить депутатский вертикаль, разведаны 70 месторождений полезных ископаемых. Вот сейчас только взяли из-за диоксид титана в Африканде. Дай бог, если будет, чтобы это был мегапроект освоенный. Там великолепные возможности для того, чтобы уничтожать вот эти, значит, жидкие радиоактивные обходы. Есть великолепная технология этого дела и так далее. А все остальное молчит. Ничего не делается. К сожалению, в рыбе то же самое. При Советском Союзе у нас было рыбных, рыболовных кораблей 543. Осталось на плаву 120. Работает ежедневно или ежегодно всего 80. Добывали рыбы 1 миллион 850. 2000 тонн. Сейчас еле-еле 900 тысяч. Да я поразился, я задавал вопросы. Вице-губернатору. Что такое дешевая рыба? Открыли 60 точек якобы. И рыбой команду, верили, рыбу поставляют в объемах. Запомните, 143 тонны. Значит, это свежая свежья и 87 мороженое. Да, это 200 с лишним. Я говорю, я был директором Союза рыбопромышленников Севера. Принайденный. Он пришел ко мне как к руководителю. Говорит, давай, Геннадий Васильевич, сделаем для Мурманска великолепные условия для того, чтобы была дешевая рыба. Открыл 5 магазинов для дешевой рыбы. И мы поставляли только Союз, поставлял 2000 тонн. Каждый год. Причем 2000 тонн для того, чтобы она была дешевая. А почему дешевая? Себестоимость плюс 10%, не больше. Конечно, расчеты шли там с месяцем. Потому что пока через магазин завезешь и так далее. Ну и с этим рыбаки и смирились и так далее. А сейчас смешно наблюдать. Ну все добавлены, когда раньше приезжали гости из любого другого города в Мурманск, то первое, что у них просили родственники и друзья по возвращению, привезите рыбу в обязательном порядке. Сейчас, когда человек возвращается обратно, уже где-нибудь в аэропорту стоит или на вокзале, он говорит, что ну вообще-то мне там проще купить, мне немножечко дешевле выйдет, чем... Это настоящая история, то есть это вот мои коллеги по другого рода деятельности аргументировали тем, что ну несколько дороже, чем они предполагали. То есть ожидание, ты приедешь на север, вот оно море, вот он порт, вот наверное сейчас тут удочку закинь, рыбу вытащи. Если меня задушили рыбаков в свое время, в 2001-2003 году, я был в наш союз, значит, организаторами четырех съездов, когда мы воевали против грефовских и пузинских аукционов и вытащили из карманов, к сожалению, наших предприятий очень большие деньги, на сумму не могли строить корабли. И борьба была мощная тогда, и дай бог, что рыбаки победили. Пока аукционы, пока остаются в памяти наших бывших правителей, думают, как бы опять жирных рыбных баронов немножко обобрать в этой ситуации. Но одно радует, что начали строить суда уже на территории России. 25 кораблей, уже один спущен, назван именем уважаемого капитана Владимира Соколова, он был начальником рыбного порта. Один корабль со стапелей в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, испущен. Будет еще 25, в том числе кораболовные корабли. У рыбаков хорошая перспектива, только что закончилась Российско-Норвежская комиссия, увеличение объемов трески и квоты нашей на 20% по треске. А не поздно ли появляется такая перспектива? Сколько времени простое? Ну, вы знаете, вот скажу, я сам выходец из науки, работал в Пенро, в ММВИ. У нас в Пенро, когда я работал, было 6 научно-исследовательских кораблей, причем были подводные аппараты и был даже самолет, с которого делали съемку, в том числе тюлени. Сейчас не можем сказать. А сейчас осталось... Он был в штате техники Пенро? Да, это все было в штате Пенро. Я ходил на этих судах, когда работал океанологом. А сейчас осталось одно судно, называется профессор Леонидов. Прислали его старье из Дальнего Востока. Ученые, которые ходят сейчас, назвали его профессор инвалидов. Там невозможно. Они по коленному воде ходят для того, чтобы снимать гидрологию, гидрохимию или биологию. Но это же позор. И норвежцы нас впереди планеты, потому что они диктуют сегодня условия, они делают съемки по Моевой, по треске, а мы только собираем эти результаты, потому что мы не можем доказательную базу сделать. Пенро мощный был. Кстати, Ленин был декретом, оборганизовал Плавмарнин. И, кстати, Ленин после революции выделил нашему региону 1 миллион 200 тысяч золотых червонцев на строительство рыбопромысловых кораблей. А с директором Плавмарнина или Пенро, Книпович, он каждый месяц ему звонил, Николаю Михайловичу, и спрашивал, какого состояния запасов рыбы в Баренцевом море, когда ты обеспечишь для промыслового флота поставку рыбы, чтобы кормить страну, потому что надо было в это время решать в том числе и продовольственную безопасность. Это был очень острый вопрос. А сейчас вот такая вот ситуация. И обидно. Говорят, вроде бы надо бы строить научно-исследовательские суда. Да стыдно работать. Я вот как океанолог, я отпахал в этом море. Мы делали 40 гидрологических разрезов. Кольский меридиан, 6-й, ученые, если слышат, узнают. Мы делали больше 100 лет. Даже во время войны его делали. 6-й, выходишь прямо из Кольского залива и меряешь температуру. А это главный разрез, по которому мы можем судить о миграциях рыбы. То ли пойдет она к новой земле, то ли она пойдет к медвежке или к шпицверке. Сейчас те данные вы не собираем. Мы делали отрывочными, а так давали от 3-го разреза до 39-го у новой земли. И каждый месяц наши корабли мы разделили. Если не хватало, брали корабли промысловых судов. Они с удовольствием соглашались. Это делали промразведка, и Траловый флот, и Морбандерпром. Я отходил, даже операцию «Аппендикс» вырезал на плавбазе Антарктики, когда ходили на Федоре откупщиками. Такой был СРТ в Траловом флоте. Надеюсь, не в шторм? В шторм. Там были и шторма, и все, что угодно. Суровый человек. Скажите, пожалуйста, раз уж инвестиции затронула ход нашей беседы инвестиции в регион, то ли злые языки, то ли эксперты, которые хотят оставаться анонимными, сейчас говорят о том, что наша область на момент какой сейчас месяц, ноябрь, ноябрь месяц, наша область живет в кредит. Это при том, что как раз вы также сегодня отмечали, есть инвестиции, есть крупные договоры с крупными предпринимательными промышленниками о вливании средств в регион. И, соответственно, есть планы, идеи, что будем делать дальше, строим то, развиваем это и так далее и тому подобное. И вот эти так называемые, я специально хочу это подчеркнуть, так называемые эксперты, потому что не мне судить о достоверности этой информации, утверждают, что это все, конечно, слова «хорошо», но мы живем сейчас в 20-м году в кредит из-за того, что много чего не получилось, пошло не так. Это правда или вот ваше мнение? Сергей Сергеевич, полностью вы правы здесь, потому что кредитная задолженность только нашего населения, если говорить о стране, она бешеная, она почти равна бюджету нашей России. Бюджет России где-то доходная, сходная часть нет, наша страна. Наша область тоже самое, закредитована. Вот недавно мы на заседании Думы на окраинном выделяли, давали гарантию нашему МЭСу, Мурманской электросбыту, 600 миллионов. Даем гарантию для того, чтобы этот МЭС взял кредиты у банков, а потом эти кредиты мы обеспечим нашей гарантией для того, чтобы поставлять сюда тот же мазут, уголь и так далее. Это неправильная политика, такое не было никогда. Сегодня нужно просто менять экономические курсы, переходить на нормальные социалистические рейсы, развитие нашей страны и региона. Получается, это же банкир диктует условия жизни и деятельности А если еще кредиты под 12%, ну дай бог, если ипотечные кредиты, вот Мишустин заявил, ну давайте для тех, кто только-только начинает работать после окончания там вузов, техникумов или ПТУ, дадим возможность брать кредиты под 3% и растягивать их на полгода. Я говорю, не на полгода, на 15 лет. То есть дайте возможность привлечь сюда. Ведь наша область, я вот зампредседателя комитета по миграции, наша область скукожилась, у нас было миллион триста, сейчас осталось меньше 700 тысяч. А куда люди едут? А раньше... Извините, пожалуйста, может быть сейчас узнаем, куда люди едут? У нас звонок в студию. Да, давайте. Алло. Алло, здравствуйте, я вопрос хочу задать. Здравствуйте. Прямой эфир? У вас идет, да? Прямой эфир. Да-да. Я хочу у Степахнов вопрос задать. Слушаем вас. Вы, может, представитесь? Да, прямой Александр Николаевич. Александр Николаевич, задавайте свой вопрос. 1965 года рождения. Вопрос такой, здесь был по энергетику, в общем, ну, про отопление было, что переводить на газ вот это все будут. Ну, хотят, по крайней мере. Хотелки, да. Хотят, да, вот, хотят на газ переводить. У нас, говорю, стоит под носом, это, Мурмашинская аэрная станция. У нас не задействовала, вот я такой хочу вопрос, почему у нас не обращают внимание на это? Потому что это уже было в каком-то году поставлено, что вот, это, Мурмашинская, она, у них это, ну, 4 энергоблока, наверное, все знают, да? У них есть, конечно, все недодействованы у этой атомной станции. Почему-то не перевести, и это, главное, возможно, сделать это было. Даже такой проект, какой-то, когда-то там, вроде прикол что он еще какой-то, проект, она только пришла. Мы поняли ваш вопрос, мы сейчас выводим вас из эфира, пожалуйста, не переключайте FM-волну или телеканал, где вы слушаете или смотрите нас, соответственно. Ну, спасибо, спасибо, уважаемые, что вы затрагиваете эту больную проблему. Я вот уже говорил, уже у нас вообще каскадами гидроэлектростанции строили, а когда построили Кольскую атомную... Ну, извините, пожалуйста, вот живой пример, то есть, там буквально из окна человек видит, и она не функционирует, хотя, ну, теоретически, как пишут, что у нее все работает. Я так понимаю, вопрос, если его немножечко подкорректировать, а в чем выгода вообще может быть у какого-то руководства, без имен или регалий, чтобы проставила такой аппарат, который мог бы, собственно говоря, помочь решить ряд проблем? Ну, вы знаете, я приведу другой пример. Также, проезжая мимо полярных зарей, как раз летом, о чем говорил, уважаемый товарищ, я удивился, дымит труба, мазутная котельная работа. Я говорю, почему? Это же Кольская атомная. А нас заставил бывший министр ЖКХ, был такой Микки Чура и так далее. А зачем? Везут мазут из Кандалак, что туда поставляют, а потом в полярные золи. А зачем это делать? Василий Васильевич, мне говорил, Амельчук, директор Кольской атомной. Я тоже не понимаю, что за политика такая. Но, видимо, кто-то на этом деле, пока мы из Уфы там везем, кто-то накручивает какие-то копейки, как принято сегодня, говорят, откаты. Поэтому кому-то выгодно поставлять сегодня. Я правильно скажу, что... Поэтому на электроэнергетику мы давно должны. Марина Васильевна попыталась поднять этот вопрос, дескать, себестоимость большая. Да ради бога. Если мы вложим туда и вложим тарифы, можем эти тарифы потом компенсировать за счет какой-то социальной поддержки нашего населения. Это делается для определенных категорий. Но мы были бы независимые. Самая дешевая электроэнергия в Советском Союзе была у нас на Кольском полуострове. Она и остается на сегодняшний день. Может быть, независимый человек опасный человек? Ну, вы знаете, все в сегодня мире относительно. Потому что я удивляюсь, иногда некоторые проекты мы предлагаем такие, которые реально... Вот, допустим, в той же Териберке мне предлагал один уважаемый человек построить его всего за 15 миллионов. Мы вложили туда порядка 30. Почему? Котельная элементарная. А цифры симпатичные. А цифры, которые потом, получается, куда-то плывут. И плывут. Почему Яранцева оттуда Дмитриенко сняла? Говорит, убери ты мне этого коммуниста. Поставь любого другого, он не дает мне воровать. Потому что они там землю перепродавали друг к другу. Надеюсь, в официальном документе такое объяснение было указано. Так было при том губернаторе. Почему мы боролись с ним достаточно эффективно. Я правильно понимаю, что сейчас будет лейтмотивом проходящий весь наш эфир. Просто мы уже убежали немножко вперед за допустимое время. У нас, собственно, время-то уже закончилось. Но хотелось бы аккумулировать сказанное и услышанное. На момент 2020 года, если мы будем говорить не за всю Россию, а за наш уютный Кольский полуостров, за Мурманскую область, если мы будем говорить. Правильно ли получится, что если у нас что-то работает, это кому-то выгодно? Если у нас что-то не работает, это тоже кому-то выгодно? Ну, вы знаете, в свое время мы спасли Полсана Часажина. Спас комбинацию Верникер, когда его хотели приватизировать и сделать частное во времена Чубайса. Послали Маслюкова в Норильске, сказали, ни в коем случае. Мы сохранили и комбинат, даже памятник Ленина там на территории, почему он назывался комбинат Ордена Ленина, значит, комбинат Североникель. А выгодно было. А что бы сделали они, если бы приватизировали? Они бы обанкротили, и это предприятие бы не работало. Вот нормальные руководители, Селяндин был великолепный, сейчас руководство прошло более-менее. А были наши руководители, профессионалы, которые выросли в Манчегорске, знают все, но почему-то присылают иногда со стороны, и кому-то это выгодно, не знаю кому. Зачем? У нас же есть великолепный. Вот сейчас глава Староверов, глава Манчегорска, он выходец из комбината Североникель. Готовый сегодня руководитель масштаба крупного, потому что он прошел школу производственную, экономическую. А нам насаждают юристов, экономистов, которые считают, но до конца дело, к сожалению, не доводят. И вы правильно сказали, кому-то выгодно, чтобы это работало, а кому выгодно? Коммунистам это выгодно, когда работают. Почему Сталин 9 тысяч крупных заводов построил за 2 пятилетки, и мы стали второй державой в мире? А мы сейчас ничего не можем построить? Ничего не построено. У школы, детские садики, понятно, это все идет. Но сколько школ мы позакрывали, сколько садиков мы отдали под коммерческие структуры, а сейчас вдруг рождаемость начала повышаться, и дай бог. Открытая студия ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...